Говорит ты как госпожа огородница. Забери меня с собой. Я приду сквозь дни и ночи. Там и трубика прокормить не можем, а то еще гуся кормит. Доброе утро. Как вы тут поживаете? Вам прохладненько, да? Хорошо. Дождик ляпает по листочкам. У нас тут тыква образовалась. А вдруг вырастет, а? Сегодня у нас 20 июля. А у нее вот такой вот вид. А вдруг вырастет, а? Хотя сомневаюсь. Огурцы цветут. А толку нету. Мне одна женщина советовала их поприщипывать. Ой, вижу два огурчика. Один маленький, другой большой. Вот они. Вот они. Ну, большой. По сравнению с этим он может и побольше. Но никакой он не большой. Такие в баночке хорошо закладывать. Так вот, мне женщина одна посоветовала прищипнуть и... Или не прищипнуть. Боже, я уже запуталась. Кто мне что советовал? Так, ну что, его сорвать не надо. Что делать, а? Наверное, сорву, потому что хотела на завтрак сделать салатик с мангальдом. И, наверное, туда огурчик порежу. Может, еще один найду. Цибульки туда нарежу. Ой, вкусно будет. Ой, вкусно будет. Красовчик. Так, ну, я не помню, я тут прищипывала или нет. Наверное, нет. Ну, тут надо прищипнуть или нет. Вот смотрите, вот этот огурчик на боковушке начал расти. Наверное, это такой сорт, на котором растут огурцы на боковых плетях. И вот что у нас сохнет тут? Что ему надо? А вот на боковушке завязался. Ну, что будет, что нет, непонятно. Так что, прищипнуть? Не знаю, что делать. Жалко. Что ж оно короткое, это плетка, метра нет. Здесь вот завязался на основной плети. Не буду ничего прищипывать, пусть растет. Ой, чудеса с этими огурцами. Они, конечно, несчастные. На земле лежат. Не подвязанные. Но людей растут. Растут. Что еще надо? И вот завязался огурчик. И тоже вроде бы на основной плети. Ну, хоть я в плетях научилась разбираться. Ну, вот огурец. Молодец. Их бы надо еще подпушить чуть-чуть. Ну, тут раз подпушишь, дождь пройдет или польешь, и оно опять становится такое. Прибитая. Так, что здесь у нас? Здесь у нас никого. И ничего. А, вон, есть. Завязался. А на какой плеточке? На основной. Вроде. Вроде как. На основной. Ладно. Здесь тоже завязался. На боковой плете завязался. Как будто бы... Говорит, ты как госпожа огородница. Есть. Вон, видишь, какие корлючки какие-то. Что-то им не хватает. Ой. И вот весь. После дождей как госпожа. Ага. После дождей помидоры начнут гнить. А вот какой замечательный огурчик. Иди сюда. Не надо. Не надо. Не надо. Не надо. Ох. Уже килограмм огурцов. Вот это вот кустик вообще чудесный просто. Вяжутся и вяжутся на нем огурцы. Может и в миску принести. Может и принести. Ай. В миску. В миску. Что ложить в ту миску? Вот огурец еще. Ну не знаю, рвать или не рвать. Не буду пока. Пусть растет. На салат хватит. Намешать с чем-то. Ой, дождь начинается. Пойдет. Сейчас надо, Эдик, резать яблоки на варенье. Яблоки? Ну так их можно в комнате резать. Душки сорвать кучерявой. Ой, ну для этого надо туда залезть поближе. Она тут у нас заляпанная, поливалась. Ой, одной рукой неудобно. Базилик. Так. Так, надо манголь до свеженького нарвать. Ой, какой. Обрывать надо боковые листья, которые самые крупные. Видите? Средний оставлять, а крайний обрывать. Обрывать. Подписывайтесь на мой канал. арбузики по моему подросли со вчерашнего дня вчера жарко было особенно вот тот интересно какой на вкус жалко два только я арбузы люблю придется покупать этот все растет двойной тройной тут большой на этом же кусте тоже большой что это за сорт интересно наверное форма черрики ну чуть ли уже не можно его съесть так хочется сорвать если кто-нибудь знал так хочется его уже сорвать ну надо потерпеть зелень срывать пусть еще спеет так кабачок по моему подрос со вчерашнего дня надо его убирать вчера такое блюдо готовила из кабачков бомба просто голубцы из кабачков ой арбузик а он вроде как расти собрался а шо ж делать ты вырастешь милый ты вырастешь а тверденький вроде бы вроде развивается молодец может тут надо плеть эту общепнуть чтоб она не росла больше не забирала у него питание прищипну вот все расти не знаю плохо сделала ли хорошо но прищипнула может и эту прищипнуть я тут тоже арбузик мне пока не буду посмотрим будет развиваться или нет мои вы хорошие растите растите может еще вырастите до октября месяца вот еще один который можно убрать два чудесные чудесные так сюда о натюрморт белый тоже уберу он уже вырос вот этот возможно тоже вырос просто он такой толстенький и коротенький а потом если вырастет больше будет уже стареньким ну пусть еще полежит до завтра кого нового я вот думаю может ее прищипнуть ничего тут уже не вырастет на ней только питание забирает все был у тебя шанс но нету здесь у нас фасолька но самой фасольки что-то я не вижу где ты фасолька эти фасолька нету а вчера вроде бы я видела фасолька здесь висела а вот она вот она фасолька висит там видите о ой ну ка вон и красавцы но этот конечно жалко надо наверное плетит убрать тоже она не отрывается оп вот здесь оторвалась ему здесь видно солнца не хватало надо было эту плеть вывести на солнышко ну так вот наука дождь шелестит надо текать забирать свою миску и текать готовить завтрак кабачок цветет он завязался новый может все таки этот убрать чтобы тот рос как вы считаете как бы вы поступили ладно пусть ищу все таки все таки пусть ищу этот можно убрать но тоже может пусть ищу не знаю вот этот мне кажется не будет развиваться он какой-то вялый ну ладно посмотрим так тут на стволике все листики уже оборвала раз помидорчик спеет зреет только непонятно вот это что выросло на ветке оно надо оно забирает на на питание а может надо но я оборву если даже так и нельзя делать они все равно уже дозреют как то я надеюсь по крайней мере на это так что все стволик остался без листиков как в кино тут пасынки растут не надо нам пасынки кстати у меня там новая партия пасынков дала корни сейчас бы их посадить так кажется я повредила ствол вот уже многорукая вот этот тоже наверное можно уже оборвать он какой-то сухой вот пасынок красивая тоже гроздь но тоже тут приключение вот все мокнут помидорки он мокренькие кстати я тоже уже мокренькая надо бежать 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 не поднимешь урожай класс класс я огородница а это что это надо как-то подвязать это не дело я огородница эти люди уже цебулю давным-давно поубирали а я не знаю что я жду луковица засохшая уже вот эта дождь ее намочит она потом гнить будет что делать я не знаю что делать у нас той цебули как кот наплакал у нас цебулька и вот эту большую заберу с собой забери меня с собой я приду сквозь дни и ночи я отправлюсь за тобой чтобы путь мне не пророчил так какую еще вот эту заберу блин надо было цебулюши убрать с огорода теперь будет мне блин ну ладно ну ладно как то оно будет вот я вот так вот по чуть-чуть ношу с огорода но это ж не дело люди ж ведрами носят ведрами мешками мисками и потом с этим всем сидят полдня а я по чайной ложке у меня все по чайной ложке ну не дойду никак морковка еще выглядывала из земли я еле вытащила ее еще одна не знаю здесь вчера копала или позавчера смотрю еще торчит откуда она тут взялась не знаю ой еще одна морковка ну это не морковка это такое никакое ой еще одна понятно тут если порыться то еще много можно налить все вроде яблоко нашлось это вкусное яблоко я режу салатик это мангольд порезала как могла мельче Эдик режет яблоки на варенье да Эдик ну да режь красота салат красота сушка в автобусе красота ну да только солнце кончилось я старался очистить резать сушить солнце кончилось 3-4 дня сушил мух гонял мух все гоняли Так, теперь осталось мне порезать сюда огурчики и морковочку для красоты, и петрушечку, и цыбульку. Салатик наш увеличивается в размерах. Петрушечка, лучочек, морковочка и огурчик. Соли, сахара и яблочного уксуса. 2-3 ложки. Так, раз. Ну, вот так. И два. Перемешиваем. Ну, будто металл покупает. Продаем гуся. Не знаю, кого-то продают. Гуся. Гуся продаем. Тыш, акустик. Тыш, акустик. Да они так говорят. Продаем гуся. Продаем гуся. И не пойду. Тыш, акустик. Если бы оно отчетливо говорили. Этих, может, купим гуся для контента. Ты уже не успеешь догнать. Там во дворе в ближнем. Понимаешь. Там и Тубика прокормить не можем. А то еще гуся кормит. Наташа, гуся покупают не для контента. А для животных. Гуся для контента. Этих, а ты его сможешь съесть? Кого? Гуся? Да. А что, мы не съедим гуся, что ли? Ну, мы съели розу, мимозу и незабудку. Куры у нас были когда-то. Три штуки. Жили в сарае. Две есть. Три у нас было курицы. Роза, мимоза и незабудка. Я помню, что две. Я ж ухаживал за ним, не ты. Ой. Так, все, салат готов. А, нет, маслом его еще надо полить. Ля-ля-ля. Куплюся. Вот это все теперь. Вот это салатик. Зелень. Это ж полезно. Это же очищение. Детокс. Зелень это вообще супер. Для печени. Ян Максим читал какие-то старинные эти. Класс. Не пожелания, а эти. Советы. Рекомендации. Рекомендации старинные. Старинушу. Есть что-то типа зелень для ног полезная. Что-то, значит, для сердца. А для всего. А, для силы ног. А для желудочно-кишечного тракта. Для печени. Это ж вообще панацея. Правда, у нас салаты закончились. Остался один мангольд. Ну, мангольд тоже вещь. Калийное растение. В нем очень много калия. Так, Наташа будет завтракать сейчас. Посмотрите на эту вкуснятину. Вчера готовила рулетики в кабачке. С фаршем. Кто-то называет это голубцы с кабачками. Картошечку сварила молоденькую. Очень вкусную. Так вкусно с этими кабачками. Полдеж. Салатик. Салатик. Настоялся вообще вкуснейший получается. С мангольдом готовьте. Очень полезный. Сделала себе крекеры со сливочным маслом и смородиновым вареньем. Горяченький чайок. На улице сейчас прохладно. Пасмурно. Мамма миа, как вкусно. Балдеж. Балдеж. Только сирена включилась. Вау. Всем приятного аппетита. Подпишитесь на канал и поставьте лайки. Лайки. Лайки, лайки. Субтитры сделал DimaTorzok